Доброе утро, дорогие телезрители! В удивлении, что видите нас в такой постановке. Дело в том, что на днях наша передача исполнилась срочно два года. Мы решили отметить это событие. В нашей сегодняшней передаче будет много полезных форматов, всевозможные витарины и даже новые рубрики. И начнём мы, как всегда, с приставочки Дэнди. А что у нас сегодня на Дэнди? На Дэнди? Игра в Donkey Kong 2. Это игра есть на Дэнди? Да, сегодня зашёл там Дэнди и взял её. Итак, смотрим игру Donkey Kong 2 на приставке Дэнди. Игра Donkey Kong 2 на Дэнди представляет собой восьмивидную копию супернинтендовского Донки Конга. Действительно, сохранился тот же персонаж, те же противники, те же уровни. Первое, чтобы расстаться в глаза, как эта крутая для Дэнди графика. И обалденное звуковое сопровождение. Также плавные движения главного героя Дэнди Конга, управляя которыми вам предстоит пройти огромное количество уровней и спасти Донки Конга, которого похитил король Кремль. По пути вам попадается множество призов. В основном, это бананы. Собрав 100 бананов, вы получите жизнь. Также в игре есть бонус уровень, в котором содержится огромное количество призов. Как и на Супернинтендо, в некоторых уровнях вам предстоит поуправлять некоторыми другими животными, кроме Диди Конга, что улучшает интерес к игре. В игре существует система паролей. И чтобы пройти ее, предстоит потратить не один час. Не знаю как вас, но меня эта игра просто породила. И я уверен, что она понравится всем любителям приключенческих родилов. И они с удовольствием пройдут ее. Денды. Новая реальность. Внимание, внимание! В следующей передаче в свет выходит новая рубрика под зловещим названием «Компьютерный мозг». Если вы знаете то, что не знают другие. Если вы знаете тактику прохождения пятого босса в игре Контра без потери энергии. Если вы прошли пятьсот тридцать восемь игр, или на одну больше, или знаете этот свет, который не знаю я, то пишите свои заявки и приносите их в дом, Денди или, значит, на Денди. Не бойтесь участвовать в нашей рубрике. Докажите всем, что вы что-то знаете в компьютерных играх. Итак, «Компьютерный гений» за дело! Почтите вы играете и даже не задумываетесь, что вы держите в руках. Конечно, джойстик. Но что же представляет из себя данное устройство? С этим вопросом мы решили обратиться к самим игрокам. Что такое джойстик? Я считаю, что джойстик – это такой пульт управления, только он на проводе, и он работает не как телевизионный, там есть кнопки. Чтобы играть, клавишка – это тем, что надо управлять в компьютере. Джойстик – это чтобы управлять игрой. Джойстик – это управление приставкой и игровым компьютером. Так как мы не получили наш вопрос определенного ответа, мы решили сами рассказать вам, что же такое джойстик и какие они бывают. Джойстик – это манипулятор, устройство вводя информации в игровую приставку. Первоначально джойстик выделил как рычаг, установленный на небольшой платформе. И действительно, в дословном переводе с английского слово «джойстик» означает как палочка удовольствия. Вот таким примером был первый джойстик от небезвестной приставки «Карри», в которой мы очень любили играть в детстве. Но прогресс не стоит на месте, и вскоре в свет вышла современная 8-битная приставка «Дэнди» с совершенно новым джойстиком. Фирм представлял собой D-образную панель с крестовиной управления и кнопками. И хотя никакой рукоятки здесь не было, название джойстика осталось и остается и по сей день. И даже после выхода в свет более совершенных 16-ти и 300-битных приставок, таких как Sega, Super Nintendo и Panasonic 3DO, форма джойстиков практически не менялась. Слегка изменялся их внешний вид. Хотя некоторые разработчики пытались оттянуться именно на джойстиках, стараясь изобрести нечто неординарное. Как таким медиатным примером служит вот такой красавчик. На джойстике не единственное средство управления. Также существует и световое оружие. Это оружие было придумано для определенного жанра игр. Несколько красное изображение отслеживает центр прицела и отображает его прямо на телевизионный экран. В то время как остальные данные поступают прямо по проводу к саму приставку. Так появился новый жанр. Стрелялки. Но фантазия разработчиков не стоит на месте. Вскоре они придумали замену джойстиком в жанре гон. Как вы уже догадались это был руль. Впервые руль появился на приставках Sega и Super Nintendo. Но вскоре одна фирма выпустила вот такой портативный руль. Он был даже снабжен двумя подпедалями и коробкой передач. Что значительно приближало это сооружение к реальности. И действительно, на сколько градусов вы поворачиваете руль, на столько же градусов поворачивается колесо вашего автомобиля. Тем более, этот руль подключался сразу к трем приставкам. Это Sega Saturn, Sony PlayStation и Nintendo 64. Именно Nintendo 64 заканчивает наш парад джойстиков. Переоставляя свой новый 3D джойстик. Это устройство позволяет испытать необыкновенные ощущения от полностью трехмерных игр. Причем, он имеет не одну, а целых три крестовины. Так что, как играть так, так или так, решать уже вам. Ну вот на этом наша краткая экскурсия по руль джойстиков закончилась. Но передача еще не подошла к концу. А сейчас, как вы догадались по обстановке, я нахожусь в доме Dendy. И именно здесь, в эту секунду, произойдет самое грандиозное событие 1997 года в мире компьютерных игр. Это супер-игра победителей викторины. Итак, начнем. После пяти часов двери дома Dendy были открыты в 12-ю убедительной викторине. Им было предложено помериться с телами на приставке Sony PlayStation. Такие хиты, как Андрей Терресинг, Батлер Арена 163 и Квистов Мэтт. В первом туре игроки меркли с телами на трассах Формулы-1. Поначалу трудно отводиться с управлением, но потом все стало в свою руку. Во втором туре в более удачной шестерке предстояло подграться в гумийском файтинге Батлер Арена 163. Внизу ни одного супер-удара игроки с такой силой уезжали на джойстик и нажимали техноски без разбора, что пар валили. Но вот и долгожданный финал. У вторым шестерщикам предстоит уже серьезнейшая борьба в игру с бис и сметалом. Но когда игроки сыграли, пояснилось, что каждый из них набрал по одному очку ровно. Выходит ничья, но теперь это один. И мы предлагаем им сыграть в незызвестную гонку Jet Motors. Нужно всего лишь проехать один круг за лучшее время. И здесь брестнул своим мастерством Павел Бартнер. Ни разу не играл в эту игру, и держа в руки джойстик, он приехал первым и получил главный приз. Представку Sega Mega Drive. Теперь она принадлежит иметь. Вот так закончился второй турнир победительной викторины. До встречи на третьем. Как вы уже знаете, в Дом Медленде проходит грандиозная распродажа 32-битных приставок Panasonic 3DO. В связи с этим, мы решили сегодня вам рассказать об этой приставке и об игре, которая называется Хор. В некотором царстве, в некотором государстве, только не подумайте, что я хочу вам сказку рассказывать, жил-был король. Долгие годы он воевал, старствовал и защищал свой народ от нашествия орды. Но время шло, и король состарился. Вскоре, он заперся в своем дворце, пристал частенько заказывать маленькие пирожки со своей свитерей. И вот, на одном из этих банкетов, когда злой канцлер рассказывал смешную историю, король подавился. Все присутствующие, конечно же, приняли это за сутки, кроме рядом стоявшего молодого юноши, сыноповара. Он постучал короля по спине, король откашелся, и юноши, которого звали в Чанси, на радостях присвоили титул наместника в небольшой деревушке. Игра по жанру является мирной стратегией. Ваша задача, как можно больше, разрастить свою деревушку. Но не думайте, что все так мирно. Злобный канцлер подкупил орду и заставил ее напасть на орду. К тому же, усугубляя вашу жизнь, разбирается у вас крупная молодость. Итак, каждый сезон вам предстоит одиночку воевать с ордой. Но не только собственным мечом. На деньги, вырученные с развития вашей деревушки, вы можете купить различные приспособления для борьбы с монстрами. Но это ямы с шипами, бомбы и многое другое. Кстати, о деньгах. Зарабатывать их можно различными способами. Можно просто ничего не делать и собирать налоги с оставшихся живых жителей. Можно постоянно развиваться. Например, покупленные за одну золотую саженцы, вскоре принесут вам в 5 раз больше денег. А доход с крупного рогатого скота и ухти превосходит любые ожидания. Если вы продержитесь золотой медскости больше, чем 4 года, то второе, на радость не оградит вас, приношает под ваше распоряжение новые владения. Да, это подтверждаю. Даже и не пытайтесь увиливать от налога. А этот канцлер, давно мечтающий о вашей гибели, найдет холод и заковательство в темнецах. После каждого трудового сезона вам представится возможность посетить магазин, где вы можете приобрести различные убийственные приспособления, нанять охранников для своей деревни, пополнить запас собственной жизненной энергии и купить еще много полезных вещей, которые вам очень пригодятся. Итак, развиваясь год за годом, уничтожая монстров, и вернусь на тролю, вам пристает приказать всем, что вы не зря носите свой меч. А теперь, традиционная роблака Хэлл. И как вы уже догадались, сегодня секреты, опять будут для игры Mortal Kombat 3 Ultimate. Но сегодня я вам чуточку побольше. Ну и там все оставшиеся фаталиты и парочку питов. Фаталити Ермага. Вниз-вверх, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Фаталити Джейд. Вверх-вверх, вниз-вторёд. Фаталити Смокер из второй части. Вниз-вниз-вниз, вперёд Х. Фаталити Смокер из второй части. Y, B, Y, Y, Z Теперь потайки с обзира из второй части Вперед, вниз, вперед, вперед, и Приятно встречать в эти большие ноября линии Наша программа не намерена останавливаться на достигнутом И в один из предправительных дней Мы решили узнать, чего ждут и желают В нашей программе неравнодушные зрители В связи с чем мы зашли в Денди И задали посетителям парочку вопросов На днях нашей передачи исполнилось все равно два года Что бы ты нам пожелал? Я бы вам пожелал дальнейшего процветания И чтобы ваша программа становилась более популярной Желаю бы счастья и удачи в съемках Счастья и чтобы вы больше процветали Все время выходить в эфир Ну вот наша юбилейная передача и подошла к концу Надеюсь, вам она понравилась, как понравилась она нам Ну, праздник закончился, и мы расходимся дома До встречи через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok